Воскресенье 16 декабря в Славутиче в переполненном зале киноконцертного комплекса прошел финал Суперкубка по КВН 2018 года. Бороться за суперкубок приехало 6 команд. Победители призеры весеннего и осеннего кубка. Лунь из Ирпеня, Опасные гуси из Чернигово, Добрейший вечерок из Киева, Владимирский централ город Северный и Белорусы из Гомеля, Кляки. Ну и конечно 3D форматы Славутиче. Смотреть на команды было интересно, практически все они были разноплановые. Добрейший вечерок из Киева, это добротный современный студенческий юмор. Итак, представьте, урок самообороны от бати. Шутка смешная, ситуация поучительная. Пап, тут такая проблема, меня все чмирят, научи меня защищать. Конечно, сынок, у тебя бати сильный, опытный мужчина. Я тебя сейчас всему научу. Ты сидишь в клубе, отдыхаешь, девочки, с тобой все хорошо. И тут до тебя подкатый какой-то бык, такой боксер. Росом где-то такой, как ты вот тут, где-то голова. Ты, значит, такой встал, не боишься. Встал в стоечку, вот так вот плечиком челюсть прижал и пошел, 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 пошел. Взял курточку, курточку застебнул, сел в маршрутку, приехал до дому и здоровый и живый батю обнял. Владимирский Централ это Степ, Сюр, порой с элементами неадеквата, особенно это проявилось в пародии на группу Король и Шут. Я очень рада, что наконец-то в нашем городе состоялся фестиваль Чернигов против наркотиков. Еще замечательное свойство Владимирского Централа, они очень ярко проявили себя в конкурсе «Разминка», отвечали на вопросы жюри и практически всегда смешно. У меня вся жизнь интересна такая вопрос. Чего в Китае так много людей? Хотят выйти на субсидию. Славутич – место новых идей. А кто ж такие славучане? Славучане – это люди, которые светятся ночью. Славутичка команда 3D-формат, традиционная шутками на местную тему. Есть люди, которые критикуют нас, что мы используем местный материал. И сейчас мы хотели бы показать, почему происходит именно так. И представьте себе, команда Славутича хаотично переключает телеканалы. Это Владимир Довиченко, доктор экономических наук и профессор. День добрый вам, пане Владимир. Доброго вам здоровья. Без горячей воды и отопление снова рискует остаться и Славутич. Город должен около 100 миллионов гривен. И местная власть не знает, где взять такую сумму. У нас есть долги перед той котельной, которая нам поставляет тепло по альтернативным источникам. Борисов Шахрай. Есть угроза, и на него нужно реагировать. Недавно в интернете появилось видео, там, где японские производители мороженого подняли цену всего лишь на 9 центов и вышли извиняться. Давайте посмотрим, как это было. Поразительно, представляете, за 9 центов несчастных вышли извиняться перед народом. А что наши тогда должны делать? О, ребята, слушайте, тут, короче, ну, самураи меч свой забыли. Что нашим, говоришь, делать? Ребят, я не знаю, но кто чаще в Киев ездит? Юрий Кириллович, вы часто в Киев ездите? Гройсману передайте. И в разминке они тоже подтянулись. А белорусы, кляйки, это стиль старого доброго КВНа с современными мотивами и весьма эффектной актерской игрой. Кроме того, они умудрились вывести на сцену мэра города Фомичева и сделать его участником команды. Юрий Кириллович Фомичев, мэр города Славутича! Глубче, глубче, друзья! Юрий, здравствуйте, 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 давайте присядем, давайте присядем. Юрий, вот, вот вы мэр города Славутича, да? Помимо этого, вы оказываете для Кубка Славутича определенную какую-то поддержку. Мы ни в коем случае не хотим подлизаться! Вот вы знаете, Юрий, у нас вот еще есть мечта такая, но не для нас, а для города, для жителей. Вот мы приехали, да, а у вас пол елки стоит. Ну, поставьте всю елку, пожалуйста, целую. Дорогой зритель, я сделал все, что мог. Ну, наверняка знаете, кто сегодня победит. Ну, наверняка. Ну, 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 может быть... Александр, не отвлекайтесь, да. Ну, может быть, мы... Да какая загорецка! Они даже не играют сегодня! Ну, господа, с такими шутками Юрий сейчас возьмет и закроет Кубок Славутича! Артем, спасибо большое! Ну вот, и, знаете, напоследок, у нас, как у белорусов, есть традиция. Мы богатым и обеспеченным людям возим подарки. Вот наш подарок! Вот, Юрий, забирайте, нравится вам? Нравится? Забирайте, забирайте, забирайте! Нет, там нет ничего. Так, Наташа, иди распаковывайся, а мы подытожим. Юрий, останьтесь с нами, пожалуйста, на сцене. Нам будет приятно. Дорогие друзья, знаете, мы подытожим, наверное, нам очень приятно приезжать сюда. Мы второй год уже приезжаем в этот замечательный город. На самом деле здесь очень классно, очень круто, потому что, знаете, ну, супер. Супер! Мы здесь сдружились со всеми. Наверное, вот со зрителем, наверное, сдружились, да? С работниками сцены, с работниками этого ДК, с жюри, надеюсь, да? Со всеми, с КВНчиком, которые приезжают. И мы можем сказать честно, положа руку на сердце, что мы друзья. А вот опасные гуси потеряли свой былой запал и выступили не столь эффектно, как раньше. Тройка призеров фактически определилась после первых двух конкурсов, а третий только добавил разрыв. На третьем месте славуческая команда 3D-формат. На втором – Владимирский Централ. А победителями стали белорусы – Кляки. Подяка за мой дебют сегодня на сцене, пока слів, правда, не дали. Чемпионам, чемпионам Клякам, доброе, что это не за Горецкой мой дебют на сцене сделал. И окремая подяка и мой приз симпатии от зала, я думаю, мы поддерживаем все. Славутич, 3D-формат, за любовь до города. Дякую. Дякую всім глядачам, дякую всьому Славутичу, дякую тем, кто организовав це свято, нашим гостям зі Львова. Хлопці десь, мабуть, передягаються ще, сподіваюсь, не втекли. Ну и найголовніший лайфхак сьогоднішнього вечера. Може, ялинку не будем доробляти, Ніна Григорьевна. Хай стоїть так, вона подобається всім, особливо гостям. А еще на КВН выступили гости. Чемпионы третьего сезона Лиги Смеха команда Загорецкой Людмила Степановна из Львова. Но об этом подробнее в нашей музыкально-развлекательной программе в пятницу вип Кодисону 2. И, конечно, новостях Славутича в среду. И, как вы уже догадались, в 2019 году снова в Славутиче будут играть в КВН на высоком уровне.